Всем привет! В этом видео мы продолжаем прохождение игры Stray. Это уже шестое видео. Мы остановились в прошлом видео на том, что нам нужно остановить эти вентиляционные установки, взломать вентиляционную систему и идти дальше. Так, B12 у нас взломал систему. Теперь можно идти. У нас нет, напомню, у нас нет защиты от зурков. Дифлюксор в прошлом видео сломался. Так, что тут есть? Ничего интересного. Погнали дальше. Интересно, если бы я зашел... Ха! Зурки на колях. Если бы я зашел в другую вентиляцию, куда бы я попал? Так, ты у нас кто? Баладин. Нам нужен с Бал... Как он там? С Балтазар, по-моему, называется. Путешественник из канализации. Мы давно не видели никого из вас. Это ты связывался с нами ранее, маленький аутсайдер? Аутсайдер с Балтазар ждет тебя. Он медитирует на вершине поселка. Да, с Балтазар нам нужно. Так, ему об ногу нельзя потереться. Там какая помойка. Еще нам нужно найти Клементину. Там какой-то сад у робота. Рабовейник. Смешно. Вот мы до Балтазара дошли. Тоже назвали, блин. Язык сломаешь. Это машина. Ученый, которому я помогал, использовал одну из них. Да, была такая в комнате. Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошел в машину. Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Непонятно. Он загрузил себя в компьютер. И потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так. Он застрял на сотни лет. Пока не появился маленький кот. Так, это походу видение какое-то у Би-12. Это... Это был я. Я был тем ученым. Я был человеком. Вот оно что, оказывается. Ха. Он поверить не может. Я. Дай мне минутку. Так, мы основное воспоминание восстановили. Хорошо. Интереснее все становится. Что-то красит. Прости, я... Дай мне минутку. Мне сейчас не до разговоров. Прикольно. И что я буду сейчас немой? Что тут происходит? Так, что там наверху? А, не, надо тут когти почесать. Может, нарисую им что-нибудь. Что-то наверху. Я помогаю красить. Такая рожа. Хитрая. Получено достижение. Катастрофа. Я сломал чувакам Маджон. Они недовольны. Так, что там? Круто. Можно все поскидывать. Так. Что там B12-то? Никак в себя прийти не может. Спит. Телек на стиралке. Так. Все, купьте, подрали. Пульта нету от телека, да? Сейчас еще тут. А то, чем когти. Блин. B12 не хочет просыпаться. Какой-то странный робот. Видимо, старая модель. Я с ними пообщаться не могу. Так. Нет, тут он спать лег. Вставай, кот. Рабовейник. Город. Прикольно. Придумали. Все, проснулся. Что я еще забыл? У меня же должны быть родители, друзья. Что с ними случилось? Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти? Может, это тоже бывшие люди? Так, стрелочка показывает туда. Не будем спорить с красной стрелочкой. Что это? Испугался, как всегда. Эй, разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? О, это ты? Ты был с Момо, когда мы получили тот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь Момо и Дока. Так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Дока, а Клементина? Она сейчас в Мидтауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видимо, у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми, я написал ее адрес на обороте фотографии. Другой предмет, фотка с Балтазара, с Клементиной. Чтобы попасть в Мидтаун, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка. Для такого ловкого, как ты, это пустяк. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я верю в тебя. Какой-то робот-растаман. Извини, что отключился раньше. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Клементина, вдруг, если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз и расспросить компаньонов или отправиться дальше в Мидтаун. Пошоркался. Пошоркался. Так, надо сходить к тем роботам внизу, которые... С ними же мы не говорили. Александр. Успокаивающий звук падающего мусора, блестящие водопады, никаких опасностей. Блаженное место, чтобы поработать над стихами. Вот, послушай. О, могучий бетон, в своем чреве меня укрывший, будешь ли ты могилой меня погубивший? Какая жесть. Думаешь, это слишком торжественно? Через чур. Александр. Саня. Раба Саня. Так. Айзек. Хр, электрические зурки везде. Хр. Электрические зурки, это вообще жесть, наверное. Так. Воспоминания есть. Что на этот момент? Этот язык роботы-компаньоны создали его с нуля. Удивительно. Я помню, как это происходило, когда я был в сети. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент все общение стало переводиться на эти символы. Я застрял в компьютере и долгое время был совсем один. Поэтому я переводил каждый символ, каждое слово за другим, пока не смог все понять. Теперь, когда я на свободе и знаю их язык, я бы с радостью послушал все, что они хотят сказать. Так. Ага. Мы еще два воспоминания где-то по пути потеряли. Не все, значит, мы так посмотрели. Так. Гоу дальше. Где-то мы все-таки лажаем. Че это за чуваки? Мамуч. Обожаю запах свежей краски. Он напоминает мне... О, погоди. Я не могу чувствовать запахи, как грустно. Расстроился. Такой счастливый был. Сорс. У Мэй сейчас период деконструктивизма. Это она так говорит. Уверен, что она станет великой художницей, если бы только она могла практиковаться где-нибудь в другом месте. И тут их краской докучают. Мэй. А ты знал, что у белой краски более 900 оттенков? Я работаю над созданием своего оттенка краски. Только никому не говори. Назову его «Мусорно-коричневым». 9536 выигранных игр против 6 проигранных. Вообще-то я запрограммирован на победу в этой игре. Только никому не говори. Робот Мари. Так, ты кто у нас? Ну а по статистике я должен был выиграть как минимум 8 раз. Тоже об ногу не потереться. Так, там делать уже нечего. Там мы уже были. Там ничего интересного нет. Туда не залезем просто-ненапросто. Так, ты кто? Кунделич. О, привет. Как давно к нам никто не заглядывал. Ну, кроме этих проклятых зурков, конечно. Представь, что было бы, если бы мы могли использовать их энергию. Пусть бегали бы в колесе. Эх, такие возможности пропадают. Ну, действительно. Так, лезь вверх. Билайт. Когда я вырасту, я хочу быть таким же знаменитым, как тетя Клементина. Я хотел стать исследователем, как она, но взрослые запретили нам покидать рабовейник. Печально. О, не скидывается. Несталкиваемый предмет. Так, туда-то и обратно сейчас придут. Так, давай вот сюда. Полезем дальше наверх. Так, там знак тупика. Ну, мы найдем путь наверх. Все выше и выше и выше. Так. Ах. Не залезть по лесенке. Ну, у нас есть трубы. Так, ты кто? Так, сейчас сначала надо лапки протереть. Мало. Привет, дружище. Как дела? Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция. Хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватает желтого растения, красного растения и точно фиолетового растения. Вот кто-нибудь бы маленький и ловкий достал их для меня? Так. У нас банки и ноты удалили отсюда. Только фотка Клементины осталась. Ладно. Будем, значит, искать тебе растения. Ты кто? Дэв. Фу, скукота. Тетя Клементина раньше здесь проводила занятия. Мы узнали столько всего интересного. Нам знак наверх показывает. Найти вам краски. Так, эти не скидываемые, да, предметы. Ох, не туда. Не туда, куда хотелось бы. По какой-то банке, жестянке. Я сейчас залезу до Мидтауна. Мидтауна. Блин, как-то это все стремно, ненадежно выглядит. Хотя я же кот. Господи, я там вешу килограмма полтора-два. Ну ладно, три. Так, чё, куда я пробрался? Не дай бог, опять зурки будут сейчас. Эх, а что тут? Что тут? Тут какая-то фиговина нужна. Какой-нибудь опять предохранитель или какая-нибудь колба. Какой-то элемент чего-то непонятного. Какой-то метро. Что-то типа. Смотри, станция метро. Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро попрощавшись с семьей. Я помню, я делал это для них, но их уже нет. Это было так давно. Сразу все вспомнили. Они хотели увидеть аутсайд. Но разве это теперь имеет значение? Что с нами стало? Что стало со всеми? В любом случае, мы уже недалеко от Мидтауна. Давай найдем эту Дада Клементина. У нас есть ее фотография. Давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути. Так. Еще одно основное воспоминание. Так. Там контактного рельса нет. Меня током не шваркнет. Так. Что там в составе? Ну, было бы прикольно. Там какой-то предмет нужен. Нужно его найти. Ну, тут как бы не активная панелька. Я ничего не могу с ней сделать. Никак не повзаимодействуя. Так. Наверное, на той платформе что-то есть. Ну, сейчас, наверное, энергетик получать бессмысленно. Потому что предыдущие все у меня пропали. И в трущобы я уже не вернусь. То есть, это уже сто процентов отдельное видео будет. Блин, там что-то просвечивает. Какой-то глюк. Баг. Какой-то. Так. Тут ничего нету, да? Посвети туда. Ну, потому что там какое-нибудь воспоминание завалялось. Нет. Вниз не может спрыгнуть. Так, а я отсюда пришел. Тоже ничего внизу нету. Только наверх туда пробежать. АБ-12 через сетку пролетел. Метро закрыто из-за связанных с пандемией ограничений. Вход воспрещен. Любое нарушение правил может привести к длительному тюремному заключению. Интересно, что за пандемия? Ковида? Что это так людей выкосило? О, какой-то чувак сидит. О, воспоминания. Здесь так много книг. Наследие теста Тьюринга. Этика искусственного интеллекта. Я узнаю некоторых из них. У меня была библиотека. Помню, ничто не могло сравниться с запахом книг и переворачиванием страниц. Это было такое комфортное ощущение. Читать книгу, это как провести время с кем-то. Так. Лидок. Так, надо показать фотку Клементины. Че? Че-то непонятное. С чуваком с этим. Что-то B12 активно грузит. Хо. Хо. Это че за такое? Кого-то арестовали? Или что? Да. Непонятно, че такое было. Сейчас узнаем. Сейчас тут посмотрим, позырим, че тут такое есть. Эй, чувак. Чувак. Это как так. Я маленький, пушистый, его с ног сбил. Чувак. Эй, чувак. Все. Уверен, он на ногах стоит. Ха-ха-ха. Так, ты кто? Эльк. Я тебе уже пятый раз говорил. Ёж. Нельзя здесь бегать, это опасно. Эй, впервые вижу такого робота. Ты такой пушистый. Пушистый робот. Да. Еще усатый. О, это девушка, которая находится в розыске, верно? Спроси кого-нибудь еще, я слишком занят, приглядывая за Ёжем, чтобы что-то знать. Так, Ёж, это вот этот Ёж? Никого больше свалить не могу. О, какая-то фиговина. Так. Не беспокойтесь о мусоре, корпорация НЭКа обо всем позаботиться. Так. Тоже все бесполезное. Модрин, пожалуйста, оставь меня в покое, я не тот, кого ты ищешь. А если тебе нужна Клементина, уверен, что она прячется в резиденции. Миротворец, 22106, пожалуйста, представьтесь. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Нет, спасибо. Так, в какую-то такую резиденцию нам нужно идти. Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни. Просьба держаться подальше от этого места. То есть тут зурков нету, да? О, там нужно вылезть. Сейчас я еще дообследую, да исследую это место. Так, ну-ка, блин. Да вот же было. Запрыгивала коактивно. Была. Че, где? Слышишь? Внизу то прилив, то отлив. Город преследует меня. Дразнит. О, Клементина? Да мы с ней общались. Она хотела уйти. Она летала, как на крыльях. И улетела навсегда. Теперь она в розыске. Мне тяжело об этом говорить. Слышишь? То прилив, то отлив. Все понятно. Все, поточили. Пойдем дальше. Что-нибудь ронять. Потом говорить, Наташа, мы все уронили. Клементина, я все уронил. Лазейки всякие тут. Ну, бесполезные абсолютно. Ну, вот что, что тут. Ничего. Сейчас еще этого с ног собью. Он, наверное, матерится. Вот такой. Мидтаун. Так, я, значит, там что-то пропустил. Пойду сюда, залезу. Тут какое-нибудь воспоминание. Или что-то бесполезное абсолютно. То есть можно поспать. Угу. Что это дает, что я сюда залез? Тут ничего интересного нет. Нафиг это сделали. Так. Какие-то тут непонятные трущобы. Мидтаунские. Эй, я ухожу на работу. Пока. Пока, дорогой. Осторожнее со стражами. Они постоянно хватают всех без причины. Не переживай, детка. Все будет хорошо. Тик. Тут че кто? Кто? Влади. Вот я думаю, если я завтра заменю одну руку на другую роботизированную руку, а послезавтра и вторую руку тоже, а потом и корпус и так далее, пока не заменю все части и не обновлю программное обеспечение. Буду ли я тем же роботом, с которым ты сейчас разговариваешь? Ну, навряд ли. Будет просто какая-то инфа от старого робота. Че тут интересненького есть? Ничего, да? Все спрятай. Все им посваливал. Ну, такое уже местечко уютненькое, можно сказать. Горай. В корпорации НЕКО мы работаем день и ночь, собирая отходы и отправляя их вниз, где они перерабатываются и используются повторно. Кстати, мы уже давно не получали новостей от нижних этажей. Так. Ну, ладно, ребят, давайте на этом моменте остановимся. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии. И всем пока! До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok